Меня зовут Антон Кучумов, и я один из основателей движения Street Workout. Именно мы с командой возродили культуру уличных тренировок и сделали занятия на турниках и брусьях снова популярными у молодежи и взрослых. Именно благодаря нам по всей стране, от Сочи до Владивостока, появились вот такие замечательные современные спортивные площадки. Их поэтому и называют воркаут-площадки. Также я являюсь автором образовательной программы Сотка, благодаря которой десятки тысяч людей по всему миру уже научились подтягиваться с нуля или увеличили количество своих подтягиваний. Так что, если в мире есть пара вещей, в которых я действительно хорошо разбираюсь, то подтягивания и отжимания будут одними из них. И поэтому, когда несколько дней назад вышла информация о том, что в сети появилось видео с подтягиваниями Алексея Навального, мне стало интересно на них посмотреть. Давайте посмотрим вместе, потому что ролик там действительно небольшой. Конечно, качество записи оставляет желать лучшего, но на этом моменте я хочу, чтобы вы поставили мое видео на паузу и написали в комментариях, что да, на видео действительно подтягивается Алексей Навальный. Или нет, на видео не Алексей Навальный. После этого можете продолжить просмотр, и сейчас я скажу свое мнение на этот счет и приведу доводы в его защиту. Я считаю, что на видео не Алексей Навальный. Почему? Потому что подтягивание — это силовое упражнение, которое требует определенного уровня подготовки. В отличие от бега, где вы можете просто взять пару кроссовок, выйти на улицу и начать бегать, вы не можете выйти на площадку и сразу начать подтягиваться. Если у вас нет достаточного количества силы и нет соответствующих развитых мышц, подтянуть себя вы не сможете. Если мы взглянем на то, как выглядел Алексей Навальный еще до попадания в заключение, в котором он уже провел несколько месяцев, даже до голодовки, то мы увидим, что его телосложение не выдает в нем человека, который занимается много и часто на турниках. В принципе, его телосложение показывает, что он довольно далек от спорта, хотя, например, бегом тем же самым он заниматься может. Человек же, которого мы видим на видео, очень хорошо знаком с подтягиваниями. Он выполняет их регулярно, много и в течение большого количества лет. Есть определенные моменты в его технике исполнения, которые меня смутили, сказать честно, при первом просмотре этого ролика, когда я ожидал увидеть на нем Алексея. Потому что неподготовленный человек так подтягиваться не может в принципе. Начнем с первого момента. Это отсутствие так называемой шеи жирафа. На канале есть отдельный ролик, в котором я рассказываю про ошибки начинающих, которые вы можете увидеть на любой площадке с турниками, где увидите занимающихся людей. Можете просто выйти на соседнюю воркаут-площадку, посмотреть, как люди там подтягиваются, и каждый, или 99%, будут страдать от этой ошибки. Они будут стараться дотянуть в конце повторения подбородок над перекладиной. Эта ошибка идет родом из детства, из школы, когда люди только учатся делать свои первые подтягивания, и им объясняют, что чтобы повторение засчиталось, нужно, чтобы подбородок оказался над перекладиной. Но при этом им не объясняют, что достичь этого необходимо за счет сокращения мышц спины, а не за счет вытягивания своей шеи. И поэтому ошибка очень быстро укореняется, тиражируется, и даже среди атлетов с большим количеством опыта, с большим количеством повторений за спиной, например, братом Алексея Шредера, у них можно встретить такую ошибку, увидеть, как они тоже пытаются дотянуть. Хотя, с точки зрения тренировки, это не дает абсолютно никакого эффекта для мышц спины и рук. У человека на видео нет подобной ошибки. Все три повторения он делает идеально четко, он не пытается их дотянуть, он выполняет их равномерно. С равной скоростью он одинаково достаточно медленно поднимается вверх, и также достаточно медленно опускает себя вниз. Это опять же выдает в нем человека, который действительно давно и много подтягивается, потому что новички просто не могут так сделать, у них не хватит силы в мышцах. Еще один момент, который меня смутил, это то, что, несмотря на высоту турника, которая явно мала для этого человека, и ему приходится подгибать ноги под себя, он их не скрещивает. Конечно, сейчас уже сложно найти площадки, на которых нет нормального турника, нормальной высоты, благодаря тому, что везде появились воркаут-площадки, но раньше это была достаточно распространенная тема, и поэтому я видел огромное количество людей, которые подтягивались на низких турниках, им приходилось подгибать ноги. Так вот, практически все из них, особенно начинающие, начинающие так вообще все, скрещивали ноги. Я не буду сейчас объяснять, почему они это делали, не буду рассказывать про запкнутую цепь, и почему благодаря такому скрещению ног становится легче подтягиваться, это тема для отдельного ролика, но суть в том, что если вдруг вы увидите кого-нибудь подтягивающий на низком турнике, то обратите внимание, что ноги у него будут скрещены. У человека на видео ноги не скрещены, он их действительно сгибает в коленях, отводит назад, но он их не скрещивает, потому что, опять же, по своему большому опыту, он знает, что таким образом он облегчает себе движение, а ему это не нужно, и это выдает им человек, который действительно много подтягивается. Третий момент касается, опять же, ног. Дело в том, что по мере движения вверх, он подкручивает таз вперед для того, чтобы напрячь пресс. Это крайне несвойственное движение для новичков, которые, наоборот, усиливают прогиб поясницы по мере того, как подтягиваются. Учитывая тот факт, что ранее журналистам удалось выяснить, что в роликах из колонии в качестве заключенных были использованы сотрудники исправительного учреждения, я с очень большой долей вероятности готов утверждать, что на видео не гражданский человек, а, скорее всего, сотрудник этого исправительного учреждения с очень хорошей физической подготовкой, которую нам пытаются выдать за Алексея Навального, физическая подготовка которого в плане подтягиваний даже до колонии, до голодовки не была блистательной. Четкость, равномерность исполнения, отсутствие типичных ошибок, свойственных начинающих или атлетов с не самым высоким уровнем подготовки, все это выдает в нем человека, который действительно много и давно занимается подтягиванием. Человека, которым, в принципе, не может являться Алексей, как мы видели, по его внешнему виду. Невозможно многое хорошо подтягиваться таким образом, чтобы это не отразилось на вашем внешнем виде. Собственно, именно это и привлекает большинство людей в стрит-воркаут, что обычные турники позволяют добиться отличного телосложения. Так что, подводя итог этого ролика, еще раз констатирую тот факт, что на видео не Алексей Навальный. Не говоря уже о том, что он достаточно умный человек, чтобы, объявляя голодовку, не палиться на подобных глупостях. Стрит-воркаут всегда был, есть и будет вне политики. Нас не поддерживает, и мы не поддерживаем, ни одну политическую партию. Поэтому два объявления. Во-первых, в комментариях к данному видео я предлагаю обсуждать исключительно технику, представленную в ролике. Любые политические комментарии будут удаляться, их авторы будут баниться. Без каких-либо сожалений. Второй момент. Если вы чего-либо хотите добиться в жизни, и если сейчас у вас есть возможность переехать в другую страну, например, поступить в возрубежный вуз, или устроиться на работу в иностранную компанию, или, может быть, перевестись из российского офиса международной компании в офис в другой стране, то у вас осталось не так много времени, чтобы это сделать. Погода меняется. Как в прошлый раз. Приближается буря Гарри. Мы должны быть готовы, когда она явится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...